Регион впервые принимает участие во всероссийской акции тест на ВИЧ-экспедиция. Мобильная лаборатория в течение нескольких дней работает в пяти городах. В Иванове, Кенешмешуе, ВИЧуге и Форманове. Любой желающий анонимно и бесплатно может узнать свой ВИЧ-статус. Исследования проводятся по крови. Это называется тест-система. Это все одноразово? Все одноразово, я же при вас скрываю все. Беру иголочку, которая тоже одноразовая, открываю, тыкаю пальчик. Капля встали в тест-систему. Одна полоска – все хорошо, две – у тестируемого ВИЧ. А значит, необходимо обратиться в спеццентр, встать на учет и приступить к лечению. В передвижной лаборатории работает профессиональный психолог. Его задача – подобрать правильные слова. Слова очень разные в зависимости от реакции пациента. Но принципиальная идея в том, что ВИЧ – это не равно СПИД. То есть, узнав о том, что есть ВИЧ-инфекция, это не значит неминуемая смерть, как было, например, в 90-х годах. Сейчас есть все для того, чтобы жить долго и счастливо, даже с наличием этого хронического заболевания. Надо сказать, что на сегодняшний момент в стране более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных жителей. И в нашем регионе по состоянию на 1 июля уже перевалила цифра за 10 тысяч инфицированных. Поэтому очень важно знать свой ВИЧ-статус, потому что эта инфекция, она протекает скрыто, латентно. Если быть точнее, в Ивановской области зафиксировано 10 тысяч 300 ВИЧ-инфицированных. Знать свой статус важно каждому. И тем, кто здоров, и тем, кто болен. Первым, чтобы не допустить заражения. Вторым, чтобы незамедлительно приступить к лечению и продлить свою жизнь. Имеем хорошие, значимые показатели по снижению первичной заболеваемости. Впервые с момента противодействия мероприятий 2016 года пошло снижение этой инфекции. На 21% мы снизили заболеваемость по итогам первого полугодия. По Российской Федерации 7%. Также достигнуты значимые показатели по снижению смертности от СПИД. 43%. То есть речь идет о том, что вот то вхождение в федеральную программу, связанную с лекарственным обеспечением всех нуждающих, дает колоссальные хорошие результаты. Снижение смертности происходит. Во вторник мобильная лаборатория принималась сразу в трех городах. В Иванове, Шуи и Кинишме. На среду запланированы Вичуга и Фурманов. Итоги акции подведут в среду в Медакадемии. Затем специалисты отправятся в Костромскую область. На этот год в рамках акции запланировано проехать 191 город. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.